девочки всем привет всем привет дорогие мои нет наверное немножечко не так надо начать давайте давайте как обычно когда отдельный у меня какой-нибудь обзор выходит потому что здесь тоже я буду презентовать себя скажем так всем привет я оксана и вы на канале воронина лайф это для тех кто меня не знает и опять же для тех кто меня не знает я в общем мои девочки меня давно знают но если кто-то случайно попал на это видео аудитория моя в основном женская поэтому я привыкла называть всех девочками так что ребят не обессудьте ну я уже привыкла почти пять лет на клубе поэтому да мне так проще я так привыкла ну я не могу обращаться к женщинам там кто старше меня там ребят привет да поэтому я думаю все равно более здесь будет больше женской аудитории поэтому девочки мальчики отдельный вам привет в общем наливайте себе чайок кофеек берите печеньку и давайте начнем я пила чай с лимоном все допила чтобы он меня не смущал и лимон съела не обращаем внимание на мои кривые очки приобрету себе нормальный когда схожу к офтальмологу к нормальному так о чем я хотела сегодня поговорить на самом деле я не готовилась и в общем мне достаточно волнительно потому что я в прошлом перфекционист я хотела это видео вообще начать с того чтобы все спланировать по пунктикам все рассказать но понимаю что это затянется надолго а мне хочется давно уже хочется вам это рассказать и то времени не было то как-то желание не было настроение не было что-то еще какие-то вечно какие-то препятствия я так подумала сегодня отличный день красивый день голубое небо солнышко светит морозчик в общем все замечательно поэтому я говорю да почему бы и нет и сейчас когда стала здесь садиться шла и споткнулась чуть не упала в столетие говорю может быть не судьба судьба свою судьбу мы строим сами вот я прям привыкла так вот значит что я хочу сказать это же честно вот сейчас главное начать главное начать а дальше все пойдет по полочкам разложится кто меня давно смотрит на регулярной основе я говорила что мне сейчас некогда я занимаюсь ну так условно говоря занимаюсь новым проектом а в своей жизни я вся в нем вот несмотря на это влоги будут сейчас просто я войду в новый ритм жизни да влоги естественно будут я мне очень совестно очень тяжело на душе когда я не снимаю потому что вот хочется снять а времени нет и думаю сейчас сейчас вот сейчас чем поснимаю звиченки поболтаю а получается так что я физически не успеваю я начинаю нервничать вот поэтому я беру перерывы какие-то да потом снимаю целый влог за один день вот как то так раньше снимала каждый день а сейчас получается раз три четыре дня наверное девочки простите и поймите я надеюсь сейчас вы все поймете что сказать ну давайте прямо напрямую да что сказать я а сотрудничаю сибири был нас в общем это сибирское здоровье я его открыла для себя совсем недавно еще в каких-то там моментах не разобралась как что в общем кстати я завела вот вот не так не так планировала но скажу как есть потому что я говорю я волнуюсь все немножечко чуть заднее место как обычно ну ладно я завела телеграм-канал я даже не я не умею им пользоваться я не сижу в соцсетях ни в каких единственное что я его завела сколько-то неделю назад наверное он закрытый ссылочку на него я оставлю в описании под видео надеюсь у меня это получится сделать вот там будет закрытый чат такой закрытая группа по интересам никакого спама никакого хейта то есть там ничего не будет там три администратора у меня будут которые будут вправе всех удалять блокировать чистить ну если там что-то что-то потому что мне нафиг это не нужно я на ютубе чищу комментарии не для себя мне вообще без разницы а потому что их читают другие люди вот хейта у меня много я об этом знаю но мне он совершенно не интересен и раз он есть ну значит пусть он будет вот причем девочки которые хейтер это в основном девочки мои самые преданные зрительницы так что спасибо вам большое значит что хотела сказать кстати да еще вот как раз таки в телеграм я сегодня выложила первый пост я не знаю зайдет он вам не зайдет вот вот такая вот моя подача как я вижу что его можно вести никогда в жизни постов не писала максимум что где-то какие-то отзывы писала вот это когда вот прям меня распирала и очень хотелось написать отзыв какой-то там либо положительно либо отрицательно всякое бывает в общем в июле этого года в общем у меня у арсения был день рождения ему исполнилось 7 лет это наш старший сын на следующий день ко мне приехала подружка я как раз про подружку и написала пост в телеграм и она мне кое-что подарила из сибирского здоровья реакция моя на ее подарок была такая неоднозначная я даже немножечко огорчилась вот а потом когда начала пользоваться продукции вот этой которая еще знаете что вот я что угодно могу взять это написанности сайберинга wellness честно для меня вот для меня лично это вообще было ну я думаю что за бренд ну ладно ну что за компания что это думала она привезла привезла спасибо большое не вникала и каково же было моё удивление когда я начала этим пользоваться и причем я пользоваться то начала как беру что-то ну пользуюсь и думаю блин как классно интересно что про него написано и вот представляете все что там написано все так и работает то есть я не могла в это поверить наверное дня три или четыре уже подряд у меня на канале как раз в комментариях июля забыла фамилию спрашивает как называется шампунь жидкий шампунь которыми сейчас пользуюсь я его уже показывала девочки я вас знакомила с этой продукцией которую мне подарили я сейчас прям покажу этот шампунь вот просто шампунь чтобы не забыть про него вот он вот так выглядит с конопляным маслом называется у меня его очень мало уже и вот вы знаете я не знаю то ли мне его повторить потому что мне безумно понравился то ли заказать что-то другое но мне он очень нравится я вроде бы хочу повторить не знаю думаю он у меня еще есть он такой прозрачный желтоватого цвета в общем не в этом суть суть в том что я про все продукты вот прям про каждый буду писать в телеграм я не буду писать то что производитель может быть где-то какой-то скрин сделаю для общей информации да но я буду писать про каждый свое ощущение я там буду делиться своими результатами вот вы знаете вот этот шампунь с конопляным маслом вообще мне по идее не должен подходить потому что у меня корни жирные а он мне безумно подошел и я тут про него прочитала что вот просто простой вам сейчас говорю пример да что он делает мягко очищает волосы способствует их увлажнению и питанию без утяжеления экстракт конского каштана помогает укрепить волосяные луковицы и нормализовать работу сальных желез и вы представляете то есть если мне до этого требовалось мыть голову там head and shoulders понтит правее они у нас есть всегда и шампунь то есть я еще даже понтин не добила вообще не хочу мне нравится после ковида как он пахнет хеден еще нормально более менее восстановилась у меня обоняние вот это все пахнет травками здесь практически все натуральная основа у всего абсолютно на натуральной основе и без пробенов без сульфатов без сэлэс в общем в моем понимании такие шампуни я пользовалась другими продуктами без которые без сэлэс да и вы знаете волосы когда смываешь они скрипят мне этот эффект совершенно не нравился ну наносишь бальзам потом это у меня утяжеляет вот здесь я бальзам не пользуюсь мне совершенно не нужен мне не утяжеляет вот у меня на голове вот у меня на голове только шампунь и вот кстати говоря ну да у меня на голове не понятно что через несколько дней я пойду стричься краситься и будет получше в общем я была в шоке на самом деле это не первый продукт который я использовала но я обо всем по порядку но сейчас не про шампунь совершенно а почему я пошла в сибирское здоровье в общем подружка во первых ко мне приехала я с не поболтала я на нее посмотрела офигела и поняла что хочу также как также я об этом тоже буду позже рассказ иначе все мои видео будет вот про это потому что я все в этом я не умею лаконично говорить на камеру а написать я могу покороче потому что все таки я там перечитаю да не надо переснимать и могу все сумбурно я понимаю да я вот такая я какая есть вы уж меня простите и поймите в общем у нее была аллергия 26 лет 26 лет на секундочку и она ее вылечила у нее ее нет продукты в сибирском здоровье это бады бады у которых которые работают как для профилактики так и для лечения у них отличный состав у них хороших хорошо подобрана формула для того чтобы они действительно работали я много принимала бадов много очень много знаете какое у меня да это дано два года уже длится вот может быть вот усугубилась после того как я заболела в прошлом году короной не знаете какое состояние давно уже было я встала и уже устала представляете может быть ну где-то это не было видно да по мне где-то у меня было просто хорошее настроение этого не показывала не говорила но мои девочки знают что я постоянно говорила мне надо какие-то витамины все я не могу у меня нет сил у меня нет жизненных сил никаких просто я приготовила обед я устала так я встала уже устала как будто я всю ночь мешки разгружала сейчас это так лирическое отступление я принимаю наверное 4 4 или 5 витаминов видов их можно сколько угодно принимать они все будут действовать на то направление на которое нужно и и вот сколько дней 5 наверное я покажу там следующем видео что я принимаю что у меня лёша принимает он вообще скептически я-то скептически отношусь к этому ко всему а он преподавно я ему сама выдаю на пей и все и он тоже заметил результат вот мы сколько мы совсем недавно до этого я тоже кстати пропевала кое-что я заметил но это надо если этого не хватает у надо почаще принимать и вот не 5 наверное вы не представляете как изменилась моё внутреннее состояние мы силы прибавились я вот не знаю как вам объяснить то есть я не буду там распыляться просто так если это не работает вообще кто впервые смотрит это видео да у меня на канале есть реклама да есть много чего что я рекомендую но во первых я проверяю это на себе тестирую очень много чего я не показываю потому что она не работает она мне не зашло этим пользоваться не буду я просто даже показывать ради того чтобы заработать денег к примеру я не собираюсь потому что у меня есть принципы жизненные принципы есть моменты я могу допустим что-то показать не пользоваться потом передарить там либо будет лежать и много чего которые девочки пишите мне где у тебя то где у тебя то да лежит девчонки ну лежит у меня еще и дети есть у меня и друзья есть что-то дарю ну как бы я считаю что это нормально но если вещь действительно стоящая я могу ее показать порекомендовать про нее сказать а если нету и не покажу поэтому считайте июль месяц 27 число я познакомилась с сибирским здоровьем сегодня у нас шестнадцатая да сегодня среда 16 ноября кстати у меня 19 ноября день рождения мне будет 39 лет да мне будет 39 лет не 63 года как многие пишут 65 мне будет 39 лет я знаю прекрасно как я выгляжу у меня есть зеркало в полный рост естественно я вижу себя и когда мне говорят возьми за себя девочки если нет жизненных сил если нет внутри опустошен организм ты ты варись супчик на травке ничего не поможет оттого что я буду худеть я у меня и сил еще силы еще больше иссякнут поэтому я все это прекрасно понимаю я знаю как выглядит многие мои подруги кто-то лучше кто-то я скажу что я еще не совсем плохо выгляжу для своего возраста но я буду над этим работать вместе с сибирским здоровьем да в общем это вот по поводу себя я даю себе год на то чтобы измениться внешне и вы будете это видеть ни на других диетах я сидеть не буду я и так немного ем если честно единственное что я ужинаю нормально и так поздненько но практически не завтракаю вот мне нужно вот этот момент поменять я знаю что это будет по-другому работать я ложилась поздно очень много времени сейчас я стоять я не позже 12 ложусь спать я высыпаюсь в 6 утра встаю 6 утра это не про меня я когда в институте училась я на 8 часов на занятия не ходила просто но это у нас раз в неделю было вот честно один раз мне неудобно было добираться и это было очень сложно да а сейчас я стою 6 утра я состою в чатах где проводят врачи эксперты прямые эфиры но время потому что разное и поэтому поэтому я стою 6 утра и я хочу встать 6 утра я уже как бы привыкла не всегда бывает там опаздываю но извините вот никто меня за это не наругает короче вот не с этого надо было начинать но сейчас о чем по поводу аллергии у подруги то что у нее ее нет я очень заинтересовалась этой темой это этим вопросом полезно изучать информацию вы знаете что я выяснила точнее не так у арсения у старшего нашего сына у него атопический дерматит и у него сряз полтора года назад мы поставили ой сейчас сейчас я плачу потому что у меня ком в горле как только начинаю говорить сряз это мы мало того мы с атопическим дерматитом мучаемся с рождения самого рождения когда я увидела первые признаки ему было по моему около двух месяцев я не анатологу мы лежали в больнице не анатологу скала месяц наверное было ему я уже сейчас не помню это было ад на самом деле я сказала что что это такое у него внизу живота ну в где-то в паху было что-то она говорит да это кожа детская слезает и как бы короче все будет нормально начались какие-то пятна мало того что у него что у младшего аллергия на белок коровьего молока моего молока лактазная недостаточность ну это можно было исправить я лак но во первых мы это очень долго выявляли и у меня ребенок покрылся просто как у него один ожог был на коже все вот эти вот пятнышки маленькие они срастались разрастались и вот ну как вот их два они становятся больше потом одно большое и вот так вот их было много и они все он как после ожог прямо как будто бы ожог на коже нас положили в больницу чем настолько не лечили долго выявляли что это что я сама я сама определила что это такое я говорила врачам какие анализы взять и они этого не делали мы за один день сменили 9 смесей 9 смесей нас ну его до в фенебутом пичкали то что у него что-то с нервной системой а у него болело у него он выпьет эту бутылку молока и она фонтаном назад выходит чтобы он не плакал фенебут давали представляете в два месяца извините не буду переснимать не буду монтировать блин будет так как будет в два месяца делали общий наркоз ему и проверяли желудок мало ли у него не развить желудок мне два дня после наркоза как тряпочка держал а потом я сказала да вы проверьте у него ну я неправильно выражалась вот этих вот всех терминов не знала говорила проверьте у него возможно вот это лактозное недостаточно лактозное лактозное сейчас уже не помню лактазар давала в итоге потом они все сваливали на меня ну врачи все сваливали на то что это из-за меня то есть он пьет я что-то не то ем я говорю я не пойду не кормлю его грудью и причем я кормила 2 2 недели что одного что второго я пичкала я за одну как не заставляла есть мое молоко а то что это же типа полезно потом я просто сказала нафиг не надо у младшего тоже то же самое но не так рьяно у него нет атопического дерматита но на белок я тоже лактозару прямо с самого рождения давала и мазали гормональными мазями а только они помогали и моментами мы спили смесь из аминокислот за 2 спала за 2 600 баночка одна которых хватало там на полтора дня это все было долго это было все страшно это просто ну на самом деле это было очень жутко у меня было знаете не вот эти вот прелести материнства я у меня была сплошная депрессия вообще не понимала вообще ничего не понимала я сама по себе по натуре такое ну жизнерадостный скажем человек с трудностями сталкиваюсь давно в своей жизни и я привыкла все решать я понимала что решим прорвемся как-нибудь там ну все такое и вот его обмазывали ну то есть я его лично своими руками гормональными мазями такой такие ну такой сильной концентрации полностью толки толстым слоем чтобы у него эти все пятна проходили они проходили как перестанешь мазать они опять заново появлялись чем какие-то там смеси которые на козьем молоке еще на чем да мы все это пробовали потом в итоге на гидролиз перешли на полностью расщепленный белок и все равно с лактозаром и очень становилось как-то получше и вот сад водила ребенка у него как осень зима весна зимой еще может быть поменьше но всегда было обострение вот этого всего летом лучше атопический дерматит ну а потом короче когда я увидела у него на голове какую-то штучку пошла по врачам не сказали что-то псориаз я не могла в это поверить потому что это не лечится много хейта у меня был на канале что писали говорят нет много поддержки было и хейта тоже что ты чё врачам не доверяешься я бы каким только врачам ходить не ходила ну много где было и вы знаете я ну много чего не показываю не говорила потому что ну не могла сказать скажем так где у меня силы были говорить говорила мы ездили в кострому к очень хорошему врачу причем по рекомендации где она назначала лечение гормонами таблетками после таблеток надо было пить восстанавливать всю микрофлору и это нужно было делать каждые полтора месяца не там полтора месяца что-то полтора перерыв и все время все время у меня даже есть я просто смотрю где лежит схема где я отмечала плюсиками это все в общем что мы только не принимали лучше ему не становилось я экспериментировала допустим есть левомиколь на нем написано не помогает при псориазе не использовать при псориазе я использовала но вы понимаете да что что только не назначали назначали все действенное все рабочее что должно работать она не помогает у него этот связь был и причем врач сама говорит у него сейчас данный момент и псориаз и атопический дерматит то есть по бляшкам по этим она смотрела и под коленками и за ушами блин и на голове на шее а я все не могла поверить и я беру этот левомиколь все равно пробую и он помогает и думаю значит не псориаз ну блин раз не используют при псориазе начните короче это все гормональное это все лекарства это все не знаю что да у меня нет родителей и я не знаю в нашей семье у кого-то был псориаз или нет но по мне насколько я помню что вот мама бабушка папа не помню ну вот у кого помню вам бабушка не всегда была чистая кожа спрашиваю лёши мужа он говорит да нет у нас тоже вот что я помню вы представляете кто тоже давно смотрит этим летом и поехали к лёшному отцу когда морковку они там с федер вали я смотрю а у него на локтях на коленях болячки я знаю как выглядит сириаз у меня есть знакомые взрослые я смотрю на это и просто в шоке было алёша в этот момент как раз уехал вот на дачу он уехал линолем отвез приезжает я думаю не буду сейчас панику наводить звоню его жене отца жене маму лёшу тоже нет и спрашиваю крутить оль а у дяди юра псориаз она говорит да два года назад поставили диагноз и у меня тут все прямо вот понимаете когда не знаешь откуда это и в голове все равно крутится что может быть не псориаз помнишь что ни у кого нет а тут я вижу сама вот и она говорит там белосалик назначали еще что-то еще что-то еще что-то ну в общем дофига всего и она говорит она с ним 30 лет уже когда лёшина мама разошлась с папой ему было там 5 6 лет ну вот как-то тогда и он просто и физически не помнит а потом он с ним не жил ну и как бы не обращал внимание на на все и обычно я думаю что такие люди у кого есть это ну как-то стараются это скрыть но если может не стараются это я ну может девушки стараются да это предполагаю и тетя ольга да у него всю жизнь очень плохая кожа всякие там шелушение зу там еще мощи до два года назад поставили псориаз я говорю все понятно и я когда пошла в это сибирское здоровье изучать вообще информацию вот про этот про аллергию про что там еще вообще смотреть да да вообще изучать потому что когда мне подруга сказал во первых когда я ее увидела я офигела и про аллергию и вы представляете очень много информации о том что псориаз можно вылечить бады эти у них профилактическая доза но если составить программу и принимать в лечебной дозировке да тогда это все лечится и вот эти вот три с половиной месяца я просто вся в этом сибирском здоровье я общалась с врачами с экспертами узнавала и вот вы знаете я стала в этом разбираться и чтобы вы поняли у меня нет медицинского образования я заканчивала сельхоз ради образования чтобы у меня было просто высшее образование ну откровенно говорю но я в свое время не могла забеременеть долго много у меня были прошлые отношения не длились почти девять лет я ни разу не беременела в новых отношениях тоже я не вышла по залету замуж или ради там ну как-то чего-то нет я не могла забеременеть я обращалась гинекологом и вот я помню кстати многие девчонки ждут от меня видео и наверное мне нужно будет его снять но мне надо вспомнить это у меня где-то есть прям тоже я себе план составляла как забеременеть серьезно и три девочки забеременели или 4 даже вот я ну насчет одной сомневаюсь внутри девочки забеременели после мои после моих установок что я говорила что делать да я чему очень рада потому что когда я ходила к врачам что там на дюфастоне вот мне первая моя врач сказала будем беременеть на дюфастоне полгода пила дюфастон беременность не наступала я сменила врача я сменила врача но уже начала делать сама то что посчитала нужным то есть я просто от нее ушла потому что и кстати она до сих пор работает она очень долго работает она взрослая женщина она повышает квалификацию но что-то мы с ней вот ну не могу ну не знаю хотя хороших отзывов я провела ее не слышала никаких на самом-то деле а вот я спросила значит свою приятельницу она работает в консультации я говорю кого бы ты могла порекомендовать она не порекомендовала и я пошла к ней но я уже пошла к ней беременная беременная а почему беременная вообще как маленький маленький срок был я помню пошла на узи и спросила у узиста врач одинцов у нас в ванове сменил он работал короче не судил работал он сейчас работал в другом месте я к нему пришла я ездила овуляцию эту вы не представляете когда я была на машине я с работы уезжала я молчала никому ничего не говорила прикройте меня я ездила не надо было овуляцию найти ну то есть тесты тестами на овуляцию я их тоже делала но мне нужно было посмотреть когда ну если там яйцеклетка зрелая да и вот помню когда он мне сказал что есть я его задаю вопрос это ну отдельно будет и он мне говорит когда двое дерутся третьему не надо вмешиваться ну типа пусть организм сам я пулем чу в гинекологию это была суббота а я работала я то есть гузисту туда-сюда ну благо что я говорю на машине это я передаю свои вот эти вот анализы узи вот девчонки знакомой не буду говорить кто чего потому что иваново небольшой город и консультации то у нас немного но спасибо ей большое ладно жена спасибо тебе дорогая она пошла к врачу дежурному который был в консультация я издала вопрос она у просила она горит можно мне нужно было укол колоть 10 кубов и этот убойный укол я думаю либо я сегодня беремене вот я сама себе составила программу понимаете чтобы забеременеть за один месяц и я это все сделала я поймала эту овуляцию ну я опять же я и принимала препараты гормональные ладно не в этом суть сибирском здоровье ничего не гормонально это все дело это бады это витаминки которые лечат и я верю свято верю в то что я арсению вылечу сириаз и вам больше скажу мы уже лечим его вот потому что я составила программы но я как составила я для себя составила и пошла консультироваться что мне скажут что мне подскажут одобрят не одобрят но точнее не так я не говорила что я составила что мне скажут и я уже сама сравню правильно в том ли я направлении думаю или не в том и в общем да я поняла что и в этом деле стала понимать и составила программу и в общем мы принимаем и федя у меня принимает у феди знаете какая проблема я уже говорила по этому поводу он очень часто простывает вот просто у него часто сопли из-за соплей кашель потому что чем только не брызгали что только не делали ну как бы я понимаю что это я уже все я уже подзабила на это тупо физраствором промываем ну чтобы он высмаркивался нормально да потому что как таковой он не болеет но простывает он часто и я тоже ему сейчас вот он принимает принимает мое лечение и я уверена что это все поможет потом по поводу меня я тоже хочу измениться что у меня лицо загорелось такое ощущение знаете как будто я в прямом эфире и когда говоришь у меня всегда на прямых эфирах раньше горело лицо почему говорю раньше потому что у нас здесь очень плохой интернет очень плохой интернет и вот когда я выхожу допустим в прямой эфир смотреть какую-то лекцию в прямом эфире я половины ну не улавливаю и я потом ее смотрю в записи и и поэтому это тратится тоже много времени естественно мне тут не до съемок потому что я загорелась этим делом я хочу быть полезной людям и вот то что я сейчас порекомендую я порекомендую блин это действительно все работает работает на нас в общем суть в чем что ссылка будет в описании под видео на мой телеграм там я буду рассказывать про продукты видео я буду что-то показать чем я пользуюсь допустим ну как бы шампу как обычно да но просто если я буду про каждое много говорить и не каждый еще смотрит кто-то пересматривает какие-то комментарии в комментариях на что-то ответить емко да я не смогу поэтому и там у нас закрытый чат по интересам если вам это интересно если вам это откликается пожалуйста девчонки обязательно мальчишки девчонки переходите будем там общаться больше скажу я хочу быть экспертом в этой теме но сейчас мне сложно себя назвать экспертом вот допустим вчера ездила на ногти насти и она мне говорит таисия заболела ей в пятницу на дне рождения блин говорит разболеется там не знаю что делать туда-сюда напрыскала ей накапало всего всего все я говорю поехали ко мне я тебе дам попробуешь вот с чего я хочу просто начать я об этом уже говорила я это уже показывала на все что я сейчас буду показывать я оставлю ссылки в описании под видео вы сможете спокойно по ним перейти посмотреть показания к применению да для чего чего и как но я столько информации сейчас знаю вот просто космос на сайте этого нет этой информации потому что я говорю я обучаюсь скажем так изучаю эти все продукты на сайте этого нет и информацию буду подавать от себя не вот так вот как я сейчас демагогию развожу но чтобы это было интересно и полезно в общем я про него говорила это новомин это антиоксидантная защита организма что как туда-сюда это антиоксидантный комплекс ну в общем защита организма я рассказывала про него что он меня поднял с такого состояния за один день за один день я приняла 10 капсул это такая ударная доза он не убьет это не лекарство это бат который работает в составе там витамин а c и е если можно принять больше больше нет смысла принимать потому что он не будет работать он выйдет просто из организма а будет работать то что должно работать и вы представляете у меня было такое состояние как при короне а при короне у меня было отвратительно я его приняла и на следующий день просто как будто я не болела просто вот от слова совсем я вам клянусь я дарила такую баночку уже ну мне нужно было выручить человека срочно надо было поднять на ноги работает вот вчера я насти сказала я говорю насть приезжай я тебе дам я дала 15 капсул капсул таиси сегодня спрашиваю она говорит что я говорю что она говорит таисия сказала что я клянусь вот я мне нет смысла врать если это работает это работает и я говорю об этом она говорит таисия сказала что у нее щекотит горлышко а самочувствие хорошее я говорю отлично да еще по пять капсул и все ну как бы все будет хорошо это все индивидуально не то что вот я вам сейчас такая говорю ну допустим Феде я пять капсул не дам дам наверное четыре капсулы ну вообще смотря при каком раскладе да если просто заболевает я дам четыре может быть три капсулы я ему давала три максимум но у него не было температуры здесь смотря все зависит от состояния да потом допустим трехлетнему четырехлетнему ребенку тоже своя схема в общем смотрите к чему я вам говорю у меня Леша скептик и вот когда я болела это началось кстати все с Федем ну заболел в итоге Леша ему болеть нельзя точнее ему не то что болеть нельзя ему нужно работать и он работал на ногах он пил не месил китарол ринзу что он еще принимал девочки что только не принимал чтобы облегчить свое состояние вот когда у меня была корона я тоже пила не миссулит что ли называется мне на какое-то время хватало этого но что вы понимаете что я принимала да здесь получается у меня как раз этого новоамина не было в наличии я думаю что делать что делать что делать а ему плохо он просто лежит это была суббота а потом на следующий день воскресенье он говорит мне завтра надо на работу девчонки я просто взяла ну я заказала через интернет потому что там хорошие скидки там не скидки там есть скидки акции кэшбэк который возвращается на следующий день ну все зависит от суммы покупки в общем что я сделала я заказала и поехала его покупать если я не забуду буду я пересматривать это видео или не буду я не знаю я вам ставлю мне в тот день этот новомин вышел за 335 рублей я еще до кучи тоник купила тоже заказала потому что он мне нужен был я поэтому поехала на ленину у нас можно забрать там магазин вообще есть пункт выдачи в пятерочке постаматы да потом вазон ну в каждом городе это все индивидуально и в общем я заказала ну заказала получила приехала дала ему даю 10 капсул он на меня смотрит что а он не видел что эти 10 капсул пила я говорю пей он говорит еще 10 капсул я говорю бери вот так и пей они пролетают я вам клянусь они пролетают легко мальчишки у меня пьют ну по-разному ну в основном им прикольно по одной я пью вот так горсть и я ему дала он вот здесь прилег телевизор смотрел прилег уснул я думаю ну ладно пусть значит спит здесь и в общем он проспал до утра и вообще я по себе скажу и по нему скажу я у него потом спрашивала сон крепкий ничего не беспокоит и он встал с утра и у него не температуры а у него была температура высокая не температуры не состояние вот это не состояние у него просто отличное состояние но немножко болело горло для горла я ему вон хлорококсидин дала а вообще ну сейчас то я уже знаю что из сибирского можно давать что должно быть ну на тот момент вот как было все но правда я ему сказала еще пей пять с утра потому что он ну это если я тогда заболела один день болела но у меня вообще ну два наверное полтора вот как то так приняла и на следующий день я уже огурцом встала но я еще за день до этого заболела а он несколько дней он уже все это подцепил он уже очень плохо себя чувствовал ему ничего не помогало ну короче ему ничего не помогало а вот это вот ему сразу помогло поэтому я вот прямо настоятельно рекомендую я вам клянусь это должно быть в каждой аптечке стоит 800 рублей вот я говорю мне вышло потому что кэшбэк возвращается мне вышло 335 однако если для профилактики я уже поднимала эту тему для четырех человек вот у нас нас четверо по одной капсуле в день на месяц 800 рублей это недорого вот знаете я стала изучать как раз вот эту вот ценовую политику что в аптеках что что где короче говоря да ну вот у меня лежит берлин химии лежит мертвым грузом лень вставать покажу там в другом видео мертвым грузом лежит омега да она не работает на мне понимаете она не работает ну просто как пустышка какая-то хотя мне ее рекомендовал медик что ну вот я ее не пью зато я сейчас принимаю другие бады самые дешевые по 240 рублей по 270 да их нужно будет принимать мне подольше но они стоят дешевле в каком плане что я пропью или дозировку побольше можно сделать пока я по одной принимаю разных видов ну что мне так сейчас комфортно потому что я сейчас все силы направляю на лечение детей своих вот а мне для профилактики нормально они работают они вот так работают вот эти вот дешевые ботаникс ботаникс называются они отлично работают поэтому у всех должно вот это быть сейчас наличие ну вчера по крайней мере вот настя заходила на сайт не было вот но должно быть у нас вот тоже что значит еще хотела сказать сибирское здоровье сайберин вел нас мне удобно для меня кстати то что я увидела продукцию вот как то о чем угодно могу показать вот значок сибирское здоровье да я не ну то есть короче сайберин вел нас мне ничего не говорит да и сибирское здоровье для меня same thing и не сказала хотя когда я насти вчера сказала об этом она говорит о знаю я говорю вручета концов нет ну слышало что вообще хорошее я не слышала понимаете я не слышала ну зачем я общаюсь с такими людьми, которые... Сейчас я уже общаюсь с такими людьми, которые в этом. Да. Я никого никуда не зову. Я ношу вот рекомендательный характер, да, вот мои видео будут носить. И полезный, полезный. Если вы захотите, вы сами приобретёте. Я зову вас на продукт. Вот я вот клянусь вам. Вот это вот, это с этим я познакомилась впервые. То есть, когда мне подружка вот это привезла, я расстроилась, огорчилась. Но в Телеграме я про это расскажу, не буду отдельно. А оказывается, это такая крутая вещь. И многие про это знают. Я не знала. Я когда прочитала Живокос, мне вообще не понравилось даже название. Просто. Вот. Ну а сейчас, вот если я сейчас Арсения позову, он в комнате, он очень часто применяет его, потому что действительно работает. Но я говорю об этом, чтобы не задерживаться надолго. Вот. Что значит ещё хотела сказать? Сибирская здоровья. А эту продукцию знают все абсолютно. Оказывается, как выяснилось. На рынке сибирское здоровье 25 лет. Представляете? Я другие компании знаю, а сибирская нет. Ну, может быть, потому что мне это было неинтересно. Я не знаю. есть все сертификаты. Все международные сертификаты. Халяль. Это, блин, это о многом говорит. Понимаете? Потом в 67 странах мира есть продукция сибирского здоровья. То есть можно заказать. Ссылочки тоже. Могу кому нужны, допустим, из других стран. Я знаю, что меня многие смотрят. Пожалуйста. Я не хочу, вот, не хочу навязывать ничего, призывать. Я верю, свято верю, что я внешне изменюсь на этих БАДах. Серьёзно. Ну, потому что я не могу себя ограничивать в еде. Я и так ем, блин, я не ем сладкое, я не ем белое. Ну, иногда белый хлеб ем. Господи, ну, это ничего страшного. На ночь не ем белый. Вот. Но я уже сказала, что мне надо просто поменять завтрак с ужином, и всё будет нормально. Вот. Мне не нравится моя кожа. Я сейчас специально не накрашенная. И ещё и почти слепая. Блин, у меня в прошлом году очень сильно упало зрение. И у меня не дальнозоркость, у меня не близорукость, у меня какая-то хрень такая, которая генетическая. Да. И, в общем, это я сейчас показываю, как я выгляжу. Я могла накрасить ресницы, я могла сделать масочку увлажняющую или какую-нибудь тонизирующую, питательную, которая придаст свежесть лицу. Я могла что-то сделать, накрасить губы, да, чтобы получше выглядеть. Я не стала этого делать. Почему? Я даже позавчера, что ли, как-то тут сфотографировалась. Я селфи не делаю никогда. На фоне белой стены у нас прихожая. Вот. Господи, думаю. Ну, я хочу, чтобы моя кожа изменилась. Вот прямо я очень хочу. Смотрите. Блин, мне столько хочется сказать. Я, видите, перепрыгиваю с темы на тему. Вот. Подружка мне привезла вот такой вот гель для душа. Я думаю, гель с помидорами. Здесь, ну, с соком томата. Вот так он выглядит. Я про него говорила. Я его понюхала. Отголосок такой тоненький томатов есть. Я его, значит, понюхала. Думаю, ладно. И вечером стала им мыться. Вы знаете, какой он прикольный? Кстати, насчет шампуня-то вот этого. Как он пенится? Тут надо вот прямо, вот, вот столечко. Вот прям, ну, децил-децильный. Он пенится отлично. Он, блин, его, вот сколько? Вот я с лета пользуюсь. Ну, да, у меня короткие волосы. И не всегда я мою два раза. Если, допустим, через три дня я голову мою, я два раза мою. Если я через день мою, ну, мне там надо там, чтобы объем вернуть. Если нет сухого шампуня, то я, а так вот, я мою им, ну, в общем, с лета. Ну, с августа, скажем так. Вот крутой шампунь. Возможно, я согласна, что, может быть, он не всем подойдет. Это надо все пробовать. Я почему и говорю, я хочу там еще один шампунь заказать для объема. И он уплотняет волос, волос становится более плотный, так это. Но я его не тестировала еще на себе. Вот этот хочу повторить однозначно. Прям хочу, мне его даже жалко. Вот, гель для душа. Он немножко как будто бы скрабирует. Но знаете, в чем суть? Видимо, сок томата отшелушивает кожу. Кожа невероятно гладкая. Не нужно никаких кремов, молочков наносить на кожу. Он, ну, блин, он классный. У меня массажная... Массажная, ну, правильно, массажная. У меня мочалка массажная. Сынок, ты что-то хочешь? Массажная мочалка. А можешь мне принести мою розовую мочалку? Такую, белую с розовым. Ага, попробуй, если достанет. У нас просто ремонта в ванной нет. И полка, которая для шампуня висит, высоко. А я ее специально вешаю так, чтобы ему придется в ванну, наверное, залезть. Ну, ладно. И она массаж делает. И вот этот вот гель, он прям, ну, он крутой. Вот он крутой. Вот казалось бы, понимаете? Что тут опять же заявляет производитель? Гель для душа с томатным соком. Эффективно очищает, тонизирует кожу. Способствует увлажнению. Делает кожу гладкой и бархатистой. Аромат сочной зелени взбодрит и поможет проснуться. Вот, значит, может проснуться, не знаю. Остальное все прям... Да, дай, пожалуйста. Спасибо большое. Вот у меня вот такая вот мочалка. Какая она? Японская, китайская, корейская, не знаю какая. Да никак вот и полотенце. Ну, да. Мне... Я не моюсь вот такими мочалочками. Потому что мне нужно мыться, чтобы уж мыться, девочки, мальчики. Вот, ну, чтобы тереть. Ну, понимаете, да? Все потереть, так ядрено. Она такая нормальная. У меня кожа сама по себе очень нежная, очень чувствительная. Но я вот в тонус прихожу. И с этим гелем у меня гладкая кожа. Ну, просто супер крутая. Но она не напитанная. Я буду работать над этим. Она у меня тонкая. Ну, прям... Класс, пусть лежит. Не напитанная. Я надеюсь, что все будет хорошо. И она у меня будет совсем другая. Да, и я в это верю. Значит, что? Зубная паста. Я бы ее уже давно выбросила, она закончилась. Хотя я хочу очень приобрести вот эту штучку, которая накручивает, чтобы все прямо, все прямо нормально использовать. В общем, смотрите, на 98,3% ингредиенты натурального происхождения. Я когда увидела, я не люблю такие зубные пасты. Честное слово. Я люблю мятные, типа Colgate. Блиндомет терпеть не могу. Консистенция. Знаете, бывает, жвачку жуешь. Вот я люблю жвачку Orbit. Нежная мята. Ну, или классические. Фруктовые не люблю никакие. Ну, могу пожевать, но это, знаете. А вот Dirol консистенция, моя слюна не совпадает с этой жвачкой. Она у меня там разваливается во рту. Кислотность, наверное, повышенная или что. Будем работать над этим. Вот это зубная паста. Я думаю, да. Байкальский шлемник. Профилактическая зубная паста, комплексный уход и защита десен. В общем, что она делает? Она не создает пленку на зубах. И тут даже у меня нет коробочки от нее. Может быть, где-то есть? Я там наверху в кухне храню коробочки, чтобы вам потом показать. Ну, или фотки сделать, когда буду вам рассказывать про эти продукты. В общем, уменьшает запах изо рта с утра. Ну, вот как есть, говорю, да. Это действительно так. Потом, казалось бы, она нифига не мятная. Но когда ею чистишь зубы, она отлично очищает. И чувство вот во рту, ну, чистые зубы. Я пользовалась там, типа, лесной бальзам, что-то типа этого. Нет, это не мое. Это другое. Это другое. Сейчас кто-то скажет, что это дорого. Но если учесть, что есть кэшбэки, да, которые копятся при ваших заказах, там, возвращаются, можно там. Все зависит от того, на какую сумму заказывать. Но я хочу сказать, что у нас вся семья чистит сейчас сибирским здоровьем зубы. Другую. Я не принесла пасту. Ну, чтобы... Это вот я сейчас показываю то, что я уже, в принципе, показывала. Другой пастой... Вы знаете, мне она как-то не очень заходит. Потому что у нее цвет детской неожиданности. Ну, прямо вот в прямом смысле слова. Дети на отлично чистят. Вот они прямо... Ну, прямо нравится им. Я перепробую... Я все вообще попробую в сибирском здоровье. Ну, то, что, блин, все. Ну, что-то там для фитнеса есть много всего. Я не буду на себе это пробовать, наверное. Может, конечно, я когда-нибудь спортсменкой стану. Может, попробую. А так, нет, я не собираюсь. Но там столько, там кладезь всего. То, что нужно для здоровья. Я хочу, чтобы у нас здоровье было... Сейчас кто-то скажет про еду, про это, не говорите мне. Мы живем... У нас среднестатистическая семья. Мы питаемся нормально, обычно. Мы не ходим в фастфуд, чтобы вот есть вредную еду. Нужно изнутри все это восполнять. Поэтому, да, вот по поводу зубной пасты. Она не изнутри, но она крутая. Я ее обязательно повторю. А пока, ну, пользуемся другой. Вчера Настя приезжала. Чай. Тоже. Мне этот чай не зашел. Вообще не зашел. Давайте на белом фоне. Я когда Настя сказала, говорю, может, тебе чаю? Говорю, у меня с пихтой есть чай. Она говорит, о, давай. И вот она сахара не добавляла. С конфеткой. Я говорю, ну, и как чай? Она говорит, вообще классный. Мне нет. Но когда Леша болел, он прям 4 или 5 пакетиков выпил. Не подряд, а вот за этот промежуток времени он прям пил его. И ему вкус нравится. Ну, вот говорю, на вкус цвет товарищей нет. Но там есть суперкрутые чаи, которые нормализуют давление. В каком плане? Если оно у вас повышенное, они его нормализуют. Если оно пониженное, они тоже нормализуют. То есть, вы представляете? Ну, я сейчас не могу же все охватить. И я и не хочу этого делать. Потому что информации будет слишком много. Да и у меня каша в голове. Как бы я же пока не эксперт, на секундочку. Вот. Вот такой вот чай бодрит. А что он, кстати, делает? Ну, в общем, он такой. Ну, это не моя тема вот с этим чаем, честно. Леша заходит. Вот сколько? Вот Настя пила. Тут пакетики. Вот, смотрите. Это, может быть, кто-то открывал. Не знаю, передумал. А так и здесь 30 пакетиков. Один выпила Настя. А, ну, два я еще угощала. Тоже ко мне люди приходили. Все. Остальное все Леша пил. Вот. И еще одна. Вот у меня пустая коробочка. Я про это тоже говорила. Вот мы болели, Арсений не болел. Арсений не болел. Вот это IQ Box. Я, кстати, сейчас даже начала в терминах разбираться, как это что называется, потому что, ну, потому что я про это все узнаю. Тогда я как-то даже не могла сказать, это можно и взрослым, и детям. Стоит тысячу рублей. Ну, стоило. Сейчас я не смотрела, сколько стоит, но тогда, когда я это покупала, тысячу рублей стоило. 30 пакетиков. В нем рыбий жир. Ну, омега. Это все сибирское здоровье, понимаете? Там формулы такие, они улучшенные. И еще две капсулы. Не помню, какие, потому что вот, думаю, надо показать. Сильно не разбиралась тогда, когда решила это приобрести. Витамин А, С и Е. И здесь такие дозировки, что это действительно работает на интеллект. В общем, это я начала давать Арсению, по-моему, в августе месяцем перед школой. И вы понимаете, вот он тупел в августе, потому что он в сад уже не ходил. И на дачу мы не ездили, где дети едят. Ну, в общем, все где-то разбирались, и он в основном дома зависел в телевизоре, в телефоне. Я почему и подумала, что надо перед школой дать. Работает. Мозг начинает работать, у него появляется больше энергии. В том плане, что он начал считать, что-то там. Это надо, понимаете, это надо пройти, пропустить через себя, да, чтобы понять, о чем я говорю. И вот как раз-таки он пропил здесь витамин А, С и Е. Но это витамины, которые у него усвоились. И он не заболел. Из нас всех четверых он не заболел. Он один раз пожаловался на горло. То есть он, вот, у него, я посмотрела его горло, оно было немножко красноватое. Хлоргексидином несколько раз прополоскал. И я купила, себе покупала фарингосепт, давала ему с собой в школу несколько раз. Все. И вот как раз так получилось, что в школе делали прививку. Когда он пожаловался на горло, мы все были больны. Понимаете, мы все были больны. Это раз за разом. Я просто про Лешу не говорила. Ну, потому что он либо на работе, либо лежал. Естественно, я этого не показывала. И должны были ему прививку делать. И мне звонит врач со школы и говорит, у него красное горлышко. Я, говорит, не буду прививку делать. Я говорю, понятно. Ну, там не было ничего такого. То есть, понимаете, красное горлышко. А мы очень переболели. И я склоняюсь, что он больше ничего не принимал. Вот только вот это. И оно ему укрепило иммунитет. Я вот, не то, что я верю, блин, но по-другому быть не могло. Мы в одной семье. И нам было всем хреново. Одинаково хреново плохо. Понимаете? У Феди тоже была температура. Началось все с Феди. Потом подхватила я, потом уже Леша. У Арсения пронесло. Но тогда он пропил вот это. Так что я обязательно все ссылки оставлю. Вы обратите внимание. Я говорю, я никого ни к чему не призываю. Естественно, навязываться не хочу. Но я свято верю, что это работает. И если я кому-то смогу помочь чем-то, да, в плане рекомендации. Если у вас улучшится качество жизни. Оно у меня уже улучшилось. Я сейчас... Сейчас покажу еще. Я сейчас принимаю воду. У меня другое. Вы просто... Вы просто не представляете. Я принимаю... Сейчас. Без пауз будет все, без ничего. Я принимаю... Вот. Видите? По одной капсуле. Вот сколько здесь нет? Вот здесь пять нет. Я чуть позже начала две других. Здесь... Вот. Я начала. Вот эти две. Три, три, три. Девять, да? Получается. Девять дней. Чего? Подождите секунду. Ну, может быть, я с одной начала, потом решила... А, ну, потом я приняла решение, короче, что мне надо много принимать. Пока я буду ждать, когда она начнет работать. И, в общем, да. Понимаете? Это я все одной горстью. Я с утра. Как с утра? В общем, я поняла, что тут кое-что повышает энергию. Вот. Э! Кошка пришла, кусает меня за ногу, ей что-то не нравится. Вот. Повышает энергию. И получается, знаете как? Я вся в этой теме. У меня все бурлит, кипит, потому что я вся в предвкушении. Я и вам хотела раньше рассказать. Я... Вот эти мысли приходят. Надо рассказать, с людьми поделиться. А я не могла себе этого позволить, потому что я... Блин! Ну, я не могла себе этого позволить. И у меня внутри вот это все борется одно с другим. И я начала... А самочувствие-то говно. Я вам честно скажу. Внутреннее. То есть у меня энергии-то вроде бы внутренне много, а упадок сил. Вот. Вот так, наверное, правильно. Я же встала и уже устала. И я начала сначала одно, потом я решила принимать два, чтобы на разные сферы. Потом я решила принимать четыре. И у меня переизбыток энергии получился. Я сильно очень нервничала. И позавчера мы поехали. Я прямо заказала. Я говорю, поехали. Мне еще надо было Феде кое-что докупить, потому что не хватало. Я же говорю, они там на другом курсе. А я не знала, как будет уходить этот объем, который я ему даю. И, в общем, для Федя и магний. Органический магний. Очень крутой. Единственное, что... Он, знаете, вот за счет того, что я... А, магния-цитрат. Цитрат магния. Вот, по-моему, вот этот цитрат, он не всем подходит. Вот я что-то слышала, я уточню этот момент. Не всем подходит. Ну, как бы... Как он не всем подходит? Вот видите, я говорю, из-за того, что информации много, я еще не это. Природный антиоксидант-формула. Так, органический магний, экстракт валерьяны и активные би... Офи. Темно, блин, мое зрение. Мне надо, знаете, что IQ-бокс, который для зрения. Вот очень хочу тоже его, потому что я сейчас пью тоже что-то. А, я же пила. Пила. У меня чуть почетче стало зрение. В термологу, короче, надо сначала сходить. Вообще понять, что у меня. Потому что я забыла и не знаю, где та бумажка, которой у меня диагноз ставили. И что я хочу сказать. Меня распирало изнутри. У меня был тремор внутренний. Настолько сильно. У меня есть обычно валерьянка. Ну, я могу пять штук выпить, и она не будет никак на мне работать. Я пью для своего успокоения то, что типа-типа работает. На самом деле, на мне нет. А я его уже пропивала. Я чувствовала себя отлично. И, кстати, девочки, помните? Писали мне в комментариях, когда я про него говорила. Мне написали, что у него очень большой расход. Я выяснила этот момент. Здесь написано по три капсулы во время еды. В общем, это нужно один раз в день. Вот когда сильно-сильно напряженное эмоциональное состояние, да, внутреннее состояние. Три капсулы. Просто три капсулы в день. А не по три капсулы во время еды. То есть здесь 60 капсул. И если вообще женщинам магний очень нужен. У меня, кстати... Вот почему я еще и рванулась сейчас за него. У меня за ним судороги. Судороги ночью. Сейчас нет. Но вот прям несколько дней назад. Но сейчас я вам честно скажу. Я его принимаю две с утра и одну вечером. Но у меня нормализовался сон. И сурок нет. А когда я за ним рванула, я думала, я взорвусь от переизбытка всего. Понимаете, когда я узнаю такую информацию, там, какую-то для себя нужную. И когда мне хочется с этим поделиться. И я не могу рассказать, потому что, ну, это же мне не просто взять. Вот в Телеграм как раз-таки, да. Я еще не снимала ни разу эти кружочки. Не представляю, как это. Но там можно, по крайней мере, вот так включиться. Блин, и сказать то, что тебя волнует. А здесь я не могу включиться. Мне надо снять видео, смонтировать его, загрузить на YouTube. Короче, много телодвижений свершить. И мы поехали. А я дофига отзывов тоже читала. Прежде чем вообще вникнуть в это сибирское, я полезла отзывы читать. Не в сибирском, а на отзывике, а где-то еще. Такие отзывы крутые. И что говорю? Про магния. Одна женщина пишет. Говорит, давно его покупаю на регулярной основе пью. Тут заказала целую коробку. Я не знаю, сколько в коробке штук. Потому что я баночками как-то это. И она говорит, я его открываю, и он не пахнет. Не пахнет, как он обычно должен пахнуть. И мы как раз вышли, забрали. И Леша заливал незамерзайку в эту машину. Мальчишки были на улице. И я села в машину, открыла эту баночку. Быстро понюхала. Думаю, пахнет или не пахнет. Как раз со свежака я вышла, с морозчика. Думаю, пахнет. Закрыла. Открываются три двери, когда все мои стали садиться. И они в один голос. Фу! Ты что? Да, специфический запах. Тут и валерьянка есть. Но он пахнет. И он хорошо работает. И я приехала домой. У меня не было воды в машине. Понимаете? Обычно вода всегда есть. Но сейчас же холодно. Холодную не будешь пить. Я приехала домой. Я прям первым делом быстро помыла руки. Три капсулы. Прям три. Через 10 минут вы не представляете мое внутреннее состояние. Настолько все ровно. У меня в голове все даже устаканилось. Что у меня ничего. Ну как. Вот то, что меня все беспокоило там. У меня еще, блин, женские дела тут пришли. И я с этим все еще связано. Я прям думала, что здесь всех. Ведь душевное состояние мамы, значит, ну, хорошее. Значит, в семье будет все хорошо. А я готова была всех порвать. Вот, честное слово. У меня все раздоровело. Я как этот. Я пила валерьянку. Она не работала. Понимаете? Ну, я же не могу целую банку валерьянки выпить. У меня и зеленая, и, ну, вечерняя, и обычная. Здесь приняла через 10 минут все. Я просто так. Ну, то есть, у меня нет такого какого-то куматоза там, чтобы это. Нет, мне просто хорошо. Ну, правда, я еще Леша дала и детям по одной. Почему? Потому что мы все переругались в этот вот как раз вечер, когда я резко решила, взяла, заказала, и мы поехали забирать. Ну, как есть говорю. Потому что у меня было такое вот настроение. И все. И сейчас я его принимаю. Вот я его и буду принимать. Две с утра, одну вечером. Он будет накапливаться. Но. Как вообще магний работает? Он накапливается. Ну, поскольку нужно. Но как только произошел какой-то стресс, он очень сильно расходуется. То есть, его нужно принимать на регулярной основе. И поэтому он будет у меня всегда. Вот он работает. И я принимала, покупала, помните, девочки рассказывала, я не помню, какой бренд, в е-аптеке заказывала магний, который нужно было, для меня было принципиально, чтобы одна таблетка в день. Чтобы я не считала там в обед, за ужином, еще сколько-то. Вот я тогда ее принимала. Вот пока я принимала, он работал. Ну, честно, когда я перестала принимать, он перестал работать. А вот это вот реально работает по-другому. То есть, я когда его перестала принимать, он еще какое-то время работал. Видимо, расходовался, расходовался. И когда он уже расходовался, мой организм, блин, пошел на износ. Ну, просто и моя нервная система вся. Я стала прям, ну, очень раздражительной. Сейчас нет. Сейчас нет. Прям, блин, классно. Я почему сейчас и села с вами поговорить, потому что до этого я просто не знала вот этого. Мой перфекционизм, да, чтобы по полочкам все разложить, все вам рассказать грамотно, правильно. Блин, я не могу так. Ну, честно, я так не... Это я не соберусь со своими мыслями никогда. А полезно хочется быть сейчас. Вот. Возможно, это тоже кому-то пригодится. Ко мне можно будет обращаться реально вот в том чате. Здесь я в комментариях не смогу. И, ну, каждому ответить, да, как-то что-то, комментарии теряются. В ветках я тоже не это. Там, пожалуйста, вы можете мне что-то спросить. Я порекомендую. И я не боюсь этого делать, потому что я сейчас понимаю, что я в этом разбираюсь. Однако я не буду просто вот, знаете, я вам порекомендовала. Нет. На первых этапах, на первых парах я буду с экспертами советоваться, да. Вот объяснять ситуацию, рассказывать. Но, ну, чтобы себя, то есть я для себя программу составлю, грубо говоря. А потом посоветуюсь, если это всё подтвердится. Ну, я вот прямо сейчас понимаю, что я в этом начала хорошо разбираться. И могу об этом говорить. А ещё раз уж на то пошло. Я же три с половиной месяца в этом, понимаете? И молчала три с половиной месяца. В общем, я пошла учиться, да. Хотела бы вам уже потом показать результаты своей учёбы, да. Ну, говорю сейчас. Я пошла учиться на диетолога-нутрициолога. Да. Я сначала хотела просто на нутрициолога. Потом я подумала, ну, всё-таки я хочу и собой заняться. Чтобы быть, вот это будет профессия, у меня будет диплом. Вот. Чтобы это получить, для этого, ну, вернее, чтобы вообще этим заниматься, не нужно медицинское образование. Я не буду лечебные какие-то диеты назначать или ещё что-то. Это всё будет с БАДами. Нутрициолог БАДами занимается, диетолог, там, коэффициенты будет рассчитывать, да. Я на себе буду пробовать это всё. И вам буду показывать, делиться с вами результатом. На Арсении он склонен к полноте. Резко взять и изменить наш образ жизни мы не можем. Но я буду делать, опять же, в Сибирском есть продукты, которые притупляют аппетит, которые вызывают, ну, грубо говоря, условно говоря, вызывают чувство насыщения. Потом, которые выводят шлаки, блин, там такие системы очистки. Просто, я вам покажу, у меня уже, я уже много чего, вот у меня просто ещё коробка стоит. Там два продукта лежит, не буду пока это, мы не пользуемся ещё этим. Много чего такого, что действительно делает качество жизни лучше, здоровье прибавляет, блин. И я в это верю. Поэтому я пошла учиться, я выделю все средства и моральные, и финансовые на всё это, потому что, потому что мне это интересно. И, опять же, потому что я хочу быть полезной, понимаете? Не знаю, насколько всё получилось, хрен знает как, но получилось, как получилось. Я решила рассказать, я не готовилась, села, рассказала. Надеюсь, кто-то меня понял, кто-то не понял. Но, опять же, на своём канале я буду пока... У меня, девчонки, я умываюсь. Ну, у меня для подмывания есть мыло, да? Ну, за три с половиной месяца, понимаете, что я много чего уже попробовала. Для умывания. Вот недавно тоже заказала, пришло. Заказала, это значит купила. Это как мне многие пишут. Заказала, тебе на обзор прислали. Смотрите, даже если на обзор прислали, я сама выбираю, я сама делаю свой выбор, я сама заказываю, пишу свой адрес. Это когда вот так вот. Здесь, ну, вот я говорю, ну, я же заказывала через интернет, потому что мне это выгодно. Потому что там кэшбэк хороший возвращается. У меня кэшбэк там 25% с каждого продукта. То есть, понимаете, я сделала заказ вот просто, к примеру, на 3 тысячи рублей. Да, там на 4 тысячи, чтобы на слух было как-то, ну, потому что и так получается. Когда берёшь один какой-то ватт, ну, он погода особо не делает, в комплексе надо ещё что-то. Вот, допустим, на 4 тысячи рублей. Возвращается тысяча рублей на следующий день. У меня уже тысяча, на эту тысячу я могу купить, к примеру, на ваминку. Могу купить две вот этих вот. С них у меня ещё возвращается. Если это, я бизнес-партнёр. Я там зарегистрирована как бизнес-партнёр, потому что я активно решила. Потом я, опять же, в подарок буду дарить то же самое. Ну, вот сейчас же никому не угодишь. С чем пойти куда-то в гости, что подарить? Пожалуйста, вот, продукты сибирского здоровья. Ну, это я для себя говорю. Я не говорю вам это делать. И мне это просто выгодно, ну, так делать. Я заказала. Я уже дарила, ходила на день рождения, дарила. Ну, сам человек может этого не купить. Но если ему понравится, потом купит. Купит хорошо, не купит. Да это его проблемы, понимаете? И поэтому я, да, я загорелась этим телом, этим своим телом. Я загорелась. И поэтому я хочу с вами прям делиться. Что-то я аж, да, эмоционально сильно рассказываю. Потому что, ну, потому что я вся в этом, в этом. Я с Лёшей на эту тему не разговариваю. Единственное, когда первый раз сказала Лёше, Блады, типа, ну, чё, я говорю, Лёш, ну, давай не будем. Потом я говорю, вот у меня же есть БАД, Берлин, Химия, Омега, там. Честно, он мне про это сказал вообще, ну, негативно, я сейчас не хочу говорить про это. Вот. Я говорю, давай тогда. Он говорит, то есть ты моё мнение не хочешь слышать? Я говорю, пойди тогда прочитай про это, про всё. Не в сибирское, а вообще. Он прочитал и говорит, ну, в принципе, да. Единственное, что он сказал, что раз нет противопоказаний, вот он сказал, значит, это не работает. Я говорю, вот как раз-таки для профилактической дозы, там дозировка такая, чтобы этот витамин, микроэлемент, макро, там, был в организме, да, всегда. Да, но если нужно в качестве лечения, то дозировку нужно менять. Соответственно, я не знаю, как с другими продуктами, но вот в сибирском здоровье именно так. Там для женского здоровья такие продукты есть, блин, которые продлевают молодость. Потом, девочки, у меня же скоро день рождения. Я вот прям не забыть бы сегодня, а то, блин, мне надо свой день рождения, чтобы мне курьер принёс, да. Ну, там и так и получается, что от трёх тысяч, по-моему, у нас в Иванове доставка курьером. Я закажу себе, я выбрала линейку кремов. У меня сейчас я всё подбиваю, остатки свои, я прям полностью перейду на сибирское здоровье. Ну, а зачем мне где-то покупать в другом месте, где нет кэшбэка? Вот я, блин, вот, пошла элементарно в магнит-косметик, купила Лёше Head & Shoulders. Там тоже есть шампунь от Пехоти, обязательно закажу, и будет мыть, и ничего мне не скажут. Просто купила Лёше, значит, Head & Shoulders. 400 рублей, что ли, он стоит, ну, там, со скидкой 20%. Всё равно оно дорого было, со скидкой 20% получилось 300 с чем-то. Ну, блин, знаете что? Мне этот шампунь не подходит, вот просто, ну, не подходит. Как бы одно время я им мыла тоже, ну, всё, перестала. Ну, мне никто не возвращает. Ну, там есть вот эта накопительная карта, ну, сколько там возвращается рубль с этого? А здесь мне возвращается 25%. Я сменю магазин полностью. Если сумма достаточно большая, ну, допустим, от 3 тысяч, да, мне курьер привезёт домой, идти никуда не надо. От 2 тысяч я вон в озоне в пятёрочке могу получить, то есть без проблем. На маленькую сумму, опять же, можно доставку, у меня телефон садится. Сейчас, подождите секунду, а то мне, понятно, нажму, а то он у меня тут вылез. На полэкрана меня закрывает. Если, ну, не хочешь никуда ехать, это как я, Лёша, сказала про магний. Я говорю, давай съездим. И он из одной баночки ехать. Я говорю, блин, ты не понимаешь, а я ещё, понимаете, я вся на эмоциях, я вся злая. И он мне ещё, ну, это... Я говорю, можно курьера пригласить за отдельную плату. Он говорит, ну, давай. Ну, ехать не хотел он, ну, выходной день. Я говорю, знаешь что, блин, ехать он не хотел. Ну, естественно, мы поехали. Вот. Так что, короче, что я хочу сказать? Что я уверена, что моя жизнь изменится полностью, наша жизнь. Вот прям изменится. И я внешне изменюсь. И вот крема-то, крема-то, блин. Естественно, я вам покажу. Я открою вместе с вами их. Вот в свой день рождения я их открою. Вот специально умоюсь. Кстати, покажу, чем умываюсь. И умываюсь... Знаете, чем я раньше умывалась? Ну, и вот до недавнего времени. Солнышко. Магнит-косметик для подмывания. Прозрачный такой. Краснодарский, по-моему, это продукт. Отвратительный запах, на мой взгляд. Ну, как никакой. Просто. Ну, просто надо было умыться. И я не скажу вам... Ну, я так умывалась, потому что у меня кожа тонкая, сухая и чувствительная. И мне надо что-то такое щадящее. Но я скажу, что не сильно очищает, ну, как не для взрослой, зрелой кожи этот продукт. Ну, солнышко это. Потом я стала другим умываться. Чем они умываются, моются. Ну, думаю, детям же для тела можно, и я буду лицо. Вот, то же самое. Я сейчас умываюсь мылом жидким, которое... Вот я просто иду умываться с утра с ним, да? У меня сразу поднимается настроение от его аромата. Я не помню, с чем оно. Оранжевого цвета. Не помню, с чем. Потом покажу. Вот мы с вами вместе умоемся и кремом. Кремушком помажемся. И тоник у меня хороший, который увлажняющий. Который, на секундочку, он стоит 200 миллилитров, 300... 300 с чем-то рублей. Ну, понятно, что минус кэшбэк, да? Но я покупала за 600 тоник. Помните, мне говорили, ну, что дорого, что-то я уже не помню. Вот за 600 рублей я на зоне покупала, он не так работает, он не увлажняет. Да, он с гиалуроновой кислотой, но там его нужно полгода на постоянной основе, я не заметила. Я считаю, что лучше гиалуронку принять внутрь. И она будет работать, вот, на всё-всё-всё, чем на лицо наносить. Ну, я для себя такой вывод сделала. И этот тоник, когда я первый раз им помазала лицо, мне надо было об этом сейчас и не говорить, а когда я уже... Ну, короче, не важно. И он прямо так, прям кожа стала увлажнённая, такая прям хорошая. И я не пользовалась кремами, потому что у меня практически их нет. Вот я добиваю сейчас то, что у меня есть, чтобы, знаете, ну, на руки, на это, ну, чтобы уже ничего не стояло. И я выбрала, да, классные крема, вообще крутые. И мы с вами потом... И они, блин, девочки, я прямо писью кипятком. Вот прямо, честное слово, я прямо их очень хочу. Ну, извините, что, на день рождения на свой не могу сделать себе такой подарок? Ну, будем считать, что это я подарок сделаю себе. А муж Мишлену и другой подарит. Ну, или, короче, это от мужа будет подарок. Да не важно, в общем, решим, как это будет. Не знаю, всё ли я вам сказала, не всё сказала. Суть в том, что всё хорошо. Ссылки вот на то, что я показала, будут в описании под видео. На Телеграм обязательно переходите, потому что я там буду писать. Я там буду в шариках, в кружочках этих выходить. Вот, почаще, да. Ну, не то, чтобы почаще. Нет, я неправильно говорю. В смысле почаще? Почаще я буду на Ютубе. Вот. Ну, просто, ну, там быстрее всё, да. Единственное, мне надо приноровиться писать эти посты какие-то. Как это делать? Вот я один пост написала. Если вам будет интересно, будет продолжение. Так что, надеюсь, я буду вам полезна. Надеюсь. Ну, у меня амбиции много. Не надеюсь, а уверена, что я стану экспертом в этом. И буду помогать людям. У меня ещё одна задумка есть. Вот прямо вот такая. Я не буду сейчас о ней говорить, потому что это тоже касаемо обучения. Потому что мне нужно сначала, я только начала учиться, нужно получить профессию диетолога и нутрициолога, эндокринолога, хотела сказать, нутрициолога. А потом, очень важно для меня, что я хотела давно, причём ещё раньше, 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 тоже хочу пойти поучиться. И это будет всё взаимосвязано. Это тоже относится к сибирскому здоровью. Вот. Потому что для меня это важно. Я хочу в этом разбираться. Не то, что вот так вот, знаете, просто из практики, да, вот, да, девчонки, классно, могу порекомендовать. Но тоже по показаниям. Вот вчера с Настей разговаривали, ну, она же мне ногти делала, время было поговорить. И она мне говорит, там, кое-что, один момент там сказала, да, по поводу своего здоровья. И вот она анализы задала. Я говорю, принеси мне, ну, Даш, пришлёшь мне анализы, я посмотрю. И попробую ей помочь. Просто. Ну, хуже не будет однозначно. Но если, блин, вот мне хочется сейчас об этом говорить. Ну, вы понимаете, я не имею морального права говорить то, что я хочу сказать. Вот. Но, опять же, элементарные вещи. Вот мне подруга, она мне врать в лицо не будет. Кстати, подруга не занимается сибирским здоровьем. Она пользуется просто продуктами. Понимаете? И поэтому... Но она пользуется продуктами уже на протяжении где-то двух лет. Ну, всякими разными. Что-то на постоянной основе, что-то нет. Но это факт. Покажу, может быть, как-нибудь её. Я наглядный пример. Она красивая. Она красивая. Я написала в Телеграм все, что я хотела написать на сегодняшний день. Если она позволит, я покажу фотографию. Я про неё уже неоднократно говорю. Ну, не хочет она. Понимаете? Ну, не хочет. Причём она даже в Инстаграм. У меня нет Инстаграма. Она больше снимает себя сбоку. Сзади. Ну, потому что у неё хорошая фигура. Ну, такие красивые фотографии. Особенно вот у меня прямо перед глазами стоит... Она блондинка, а чёрная лошадь, и она к ней сзади подошла. Такая красивая, ну, фигура. И лошадь вся такая грациозная. Конь, может быть. Неважно. Я сельхоз заканчивала. Ну, не смотрела там особо. Ну, вот у меня прямо перед глазами стоит. Потому что у неё все в основном такие фотографии. Если она позволит, я покажу вам. Фотки её до и фотки после. Но я вам живой пример. То есть я могу верить в это, могу не верить в это, да? Ну, вот, пожалуйста. Давайте пойдём вместе со мной и посмотрим, будут ли результаты. Если они будут, то они будут. Если их не будет, то их не будет. Ну, понятно, что это результат не одного дня. Понимаете? Так что вот так же, девочки. Вроде бы... А, кстати, вот я почему-то на коробку-то всё смотрела. Вроде бы. Не всё. Я заказала себе очищающий комплекс. Я не знаю, как это правильно сказать. Тоже вот, потому что у меня скоро день рождения. Скоро, совсем скоро. Я не хочу сейчас очищаться. Нет, ну, вроде бы хочу. Но не вижу смысла. Потому что я буду на день рождения. Гости придут. Потом ещё день рождения один. Не знаю, получится ли до Нового года. Но я его уже заказала. Главное, что он у меня уже есть. Нет, он уже прям есть. Думаю, лучше сейчас пусть будет. Чем потом я его не закажу. Передумаю или ещё что-то. Или буду там что-то другое заказывать. И опять... Поэтому, да. Ну, по-любому надо будет почиститься. Вот. И, может быть, кто-то тоже захочет. Я, прежде чем чиститься, я вам покажу. И, может быть, мы вместе с вами начнём. Будем о своих результатах делиться, да? Своими результатами. А вот то, что у меня мальчишки принимают, я уже покажу в следующем видео. Короче. Что я хочу сказать? Всё. Спасибо, что были со мной. Я понимаю, что получилось длинно, сумбурно. Вы успели... Блин, час двадцать один. Вы меня простите. Ну. Ну что? Вот так, да. Поэтому я буду писать лаконично. Короче, ладно. Слушайте, знаете, какой у меня груз с души ушёл? Вот вы просто не представляете. Потому что я давно хотела это вам сказать. Но я не была уверена. Надо оно мне. Не надо. Ну, то есть, я же загорелась-то. Вот как начала всё это вот изучать. Я же загорелась-то давно уже. И, возможно, моё психическое состояние было с этим связано. То, что я не могла, скажем так, проболтаться, да? Я лучше не скажу чего-то, а расскажу потом. Чем я скажу и слова просто на ветер брошу и всё. Да. Так что вот так что. Я буду экспертом в этом деле. И вы сможете у меня спрашивать что-то. А я смогу вам подсказывать, рассказывать, делиться с вами, рекомендовать. Да. Блин, понимаете, если у людей от этого поменяется качество жизни, у меня, оно у меня уже меняется. Блин. Вы просто не представляете. Сейчас заплачу. Надо магния принять. Просто вы просто не представляете. Вот у меня зеркало. Я уже сказала об этом. Для памяти тоже надо попить. Вот интеллект можно попить. Вот, кстати, да, мне тоже. Но я не могу всё сразу скупить, понимаете? Я, конечно, понимаю, что кэшбэк возвращается, но всё сразу я скупить не могу. Но оно бы действовало всё. Вот, допустим, я бы купила интеллект, допустим, и... Там, для зрения. Для зрения бы действовало на зрение, интеллект бы действовал на интеллект, а то, что там омега и там, и там, к примеру, да, лишнее бы выходило. И никуда бы надевалось. Вот. Блин, всё, я много чего ещё не сказала, но я уже не буду. Я тогда... Да, я просто много... Я уже сейчас понимаю, про это не сказала, про это. То, что показала, много чего не сказала. Ладно, хрен с ним, потому что и лайфхаки есть, и... Мои личные наблюдения есть. Фиг с ним. Вот, я говорю, что встала и уже устала. Иду из спальни из нашей зеркала. Зеркало в полный рост. И я такая иду, как рохля. Понимаете? Это вот я сейчас как вспомню вот это состояние. А зато сейчас я в 6 утра, ну, в пол седьмого, там, половину седьмого, как получится. Блин, почти бодрячком, вот серьёзно. Так что, девчонки, надо, надо. Не таблетками себя пичкать надо. Я не хочу детей пичкать. Но вот это вот витаминки, витаминки. Хуже вы себе не сделаете. Сделайте только лучше. Так что, ссылочки все в описании под видео. Регистрируйтесь на сайт. Или просто по ссылке перейдите на какой-то продукт. Тоже регистрируйтесь. Будем приводить себя в должный вид. И в хорошее, чтобы у нас было хорошее самочувствие. Пусть у нас будет хорошее самочувствие. Хорошее здоровье крепкое. Я могу рассказывать, знаете, ещё что? Вот могу, да? Что мне говорили, там, девочки, с которыми я общаюсь, на своих примерах. Но это не мой пример. Понимаете? Я хочу, чтобы у вас отзывалось, глядя на меня. Что, ну, если вы мне доверяете свою жизнь, своё здоровье, свой внешний вид. Блин, я что-то так это... Мне кажется, я погрязчилась сейчас. Вот по поводу последних фраз. Не буду, не буду переснимать, не буду. Потому что я реально вот верю. Я верю, что у нас с вами всё получится. Мы будем красотками. Потому что у меня есть наглядный пример. Понимаете? Да. Вот, всё. Спасибо большое, что были со мной. Всем пока. Пока.